Колдун впадает в большой куфр, а также колдун желает заставить людей поклоняться шайтану, чтобы возвыситься в степени, так как у колдовства есть степени. Хорошо, а теперь приметы, по которым мы можем узнать колдуна. Как нам узнать колдуна? Мы можем его узнать, во-первых, с помощью условий руки, заклинания. Он не берет ни пришедшее в Коране, ни в Сунне, и он не произносит имена Аллаха и атрибуты его. Он взывает к шайтанам, приводит в руки имена, которые не являются именами Аллаха, во-вторых, произносит непонятную речь. Он бормочет. В-третьих, заставляет тебя думать, что он может воздействовать на больного сам по себе, и что он не является всего лишь причиной. Говорит, слушай, лекарство, что тебе поможет, есть у меня, и у тебя всего три часа. После я не в ответе за то, что с тобой случится. Дружище, Аллах избавил нас от нужды в тебе и в ком-либо. Правильно или нет? Да, Всевышний Аллах говорит, они очаровали глаза людей и вселили в них страх. Также он спрашивает имя матери. Велит больному идти в укор шариату, говоря, к примеру, ты не должен молиться десять дней, или ты не должен брать большое омовение, не должен говорить бисмилля во время еды, не говори бисмилля, когда будешь резать животное. Почему? Чтобы оно досталось шайтану. Также из признаков его завязывание узлов и поплевывание на них. Аллах говорит, от зла поплевывающих на узлы. Аллах говорит, от зла поплевывающих на узлы. Также рассматривание звезд. Колдун говорит, Аллах создал эти звезды по мудрости. Да, они связаны с происходящим на земле. Скажи ему, ты лжешь, клянусь Аллахом, и делаешь свой удел тем, что считаешь ложью истину.